Всем привет! Вам интересно посмотреть, чем я занимаюсь? А я расписываю тульский пряник. Видео снимаю на камеру. Сейчас вам небольшой фрагментик покажу. Девочки, я сегодня успела. Сегодня на несколько мастер-классов попаду. Первый раз это делать, конечно, сложновато. Ну, кое-что у меня уже получается. То, что будет в итоге, увидите на канале. Девочки, посмотрите, какой у меня получился пряник. Это первое мое художество. Я вообще рисовать не люблю и не умею. Но, ну как вы зацените, вот такая вот коробочка. Повезу в подарок внучке. Вот такой вот пряник, смотрите. Слушайте, мне прям нравится, что у меня получилось. А представляете, если бы еще бы, да, я таких парочку мастер-классов бы провела, и уже бы прям хорошо получилось. Подробно я снимала. Выйдет на канале видео, когда приедем домой. Смонтирую. Сейчас вот на телефон вам снимаю, показываю. Вот такой вот классный у меня получился тульский пряник. Вот такая мастерская. В Кремле павильон номер 6. Роспись пряников. Василиса, внучка, моя бабушка, тебе везет пряничек. Этот пряничек я сама расписывала. Вот такой тебе подарочек. Здесь мастерская. Вот. Девушка проводила мастер-класс. Учила меня расписывать пряники. Так что я теперь немножко тоже умею рисовать. И вот такой подарочек привезу. Глазурь еще сейчас будет сохнуть. Главное аккуратненько мне все это не размазать. И следующий еще будет мастер-класс по росписи филимоновской игрушки. Не знаю, что там у меня получится. Увидим. Ребята, я посетила музей гармони в Туле. Если честно, результат превзошел все мои ожидания. Здесь такая интерактивная экскурсия обалденная. Недорого. Всего 450 рублей. И несмотря на то, что я училась в музыкальной школе, я очень много узнала. Такие есть разновидности гармонии. Не то, что их показывают, но даже музыкант играет на всех этих инструментах. Конечно же, я сняла фрагментики, когда приеду домой, смонтирую. Здесь разные гармонии. И тульская гармония, и саратовская, итальянка. И даже гармония в виде сапога. И самая маленькая гармошка, которая называется черепашка. Ну, в общем, ребятки, я в восторге. Столько нового узнала, хотя вроде я в этой теме была с детства. Рекомендую посетить. Мы сегодня обедаем в итальянском ресторанчике, в Туле, на улице металлистов. Сейчас будет у меня два мастер-класса, и у нас всего 10 минут на то, чтобы поесть. И еще и успеть вам поснимать. Ладно, я же скоростная блогерша. Успею. Ну что, я сегодня посетила мастер-класс по росписи филимоновской игрушки. Ну, это моя первая игрушка. Я думаю, не самая позорная получилась. Поснимала отдельное видео, как я это делала. Вот сегодня весь день занимаюсь росписью. То росписью пряника, то росписью игрушки. Может, сегодня еще удастся мне попасть на мастер-класс по лепке. Хотя, мне надо торопиться, потому что я сейчас буду выпекать тульский пряник. С утра мы его расписывали, а сейчас буду выпекать. И сюда вернусь еще. Если по времени успею, вот такую заготовочку попробую слепить. Очень интересный сегодня, увлекательный и плодотворный день. Вы вообще не любите, наверное, маску, да? Да. Прямо видно. Не переживайте, масла на тесте не останется. Но в целом все остальное у вас хорошо смазываем. Сейчас будем печь пряник тульский. Можете кисточки убирать. Берем тесто в руки. Тесто нужно разогреть, прежде чем начать с ним работать. Смотрите, берем тесто и вот так вот начинаем жампать в руках хорошенчато разогревать. Пока тесто разогреваем, я вам расскажу еще одну историю. Грустную, но с хорошим концом. Смотрите, часть от этой сортельки отрываем. Малыша вот этого убираем в сторону, он нам понадобится только в самом конце. А большую часть возвращаем в колобок. И сейчас я вам сначала покажу, как раскатывается тесто и как накрывается этим блином тесто наша пряница. И только потом вы повторите. Хорошо? Сейчас посмотрите внимательно. Я для удобства свой колобочек прижала, как лепешку. Раскатываю первый блин по размеру рисунка своей пряницы. Большой блин, тонкий, быть не должен. Почему? Потому что если тесто будет тонким, оно может порваться во время печатки. Достаточно сделать вот такой вот блин по моему рисунку. Видите, я накрыла полный рисунок. Теперь мне нужно закрепить стеночки и сделать бортики. Вот эти края блинчика я начинаю к стенкам прижимать. Видите, у меня стоячие бортики, такие как бы чуть-чуть приподнятые, выше самой пряницы получается. Видите? Прижимаю вот так вот. Тесто эластичное, его можно дожать куда не нужно. А потом подушечками пальцев или фалангами пальцев, ни в коем случае, ни ногтями, начинаем впечатывать тесто в рисунок. От того, как вы впечатаете тесто в рисунок, будет зависеть контрастность вашего пряника. Плохо впечатайте, пряник будет бледным или рисунок вообще будет не видно. Прошу вас, пожалуйста, раскатываем тесто. Скажите, кто делает вареную гущёнку. И одна начинка снова. Без сгущёнки жить не могу. А сгущёнку вы самостоятельно не будете растягивать, потому что сгущёнка это очень такой продукт тяжёлый, с характерными кубиками внутри пряник. Видите, маленькие кубики? И внутри этих кубиков ещё удобнее. Так вот, разрезали на эти кубики пряник, ставили на стол, со словами, съешься на дорожку. Гость понимал, что вечер чаепития закончился, съедал пряник и без обид уходил домой. Здорово, да? Да. Пряники и пальчики. А вот это, кстати, уже вещь очень интересная. Фраза воспитания к нитому пряникам вам о чём это говорит? Да, это фраза живая, она пришла из Тула. Дело в том, что в Туле детей действительно воспитывали на пряниках, то есть обучали. Попекали пряники пальчики, они так и назывались. Видите, они какие маленькие? Здесь у нас дубы, были ещё и цифры. Здесь так учились читать и считать. Если ребёнок хорошо учился, его поощряли, отламывали всего лишь маленький кусочек от пряники и угощали. Но если он плохо учился, его, конечно же, наказывали. А наказывали кнутом или розгами. И вот она пришла к нам, фраза воспитания кнутом и пряникам. Ну и, наверное, вишенка на торте это пряник на сватовство. На самом деле, вот таким сердцем тогда пряники не делали. Их вообще тогда не было фигуристых пряников. Они все были прямоугольной или квадратной формы. Но узор на пряники по-любому был. Какие-нибудь там животные, лес, цветы и так далее. Но на пряники для сватовства всегда было написано, да, это тому, кого люблю. Если жених шел посадкой невесте в Туле, он должен был прийти к необязательно спечатанным пряникам и гармониям. Без этого сватовство в Туле не проходило. Что мы делаем? Берем нашего малыша. Прижали его, как блинчик, раскатываем тесто по размеру нашей начинки. И начинку сверху накрываем. Даже если вы начинку чуть-чуть где-то не прикроете по краям, ничего страшного. Нам нужно обязательно, чтобы середина начинки была прикрыта. Готовьтесь, сейчас будет громко. Рождение пряника это очень громкий процесс. Давайте поискалочку. Бортики, которые мы оставили, которые мы запечатаем. У меня нелегкая форма, сложная. Бортики мы как бы нахлёстываем сверху, видите, второго блинчика, которым мы накрыли. Здесь, где ушки, вот таким образом я как бы зажимаю и прижимаю ушки внутрь формы. Так, чтобы у меня вот эта вот резьба от формы внутренней оставалась. То есть вот так вот пряник выходить за форму не должен. Все должно находиться внутри формы. Я накрыла полностью пряник, видите, с нахлёстами, бортиками. Потом мне нужно привести в порядок саму форму, вид моей совы. Ладошечками я вот так вот дожму, пальчиками зажму свое тесто, так, чтобы все выровнялось. И вот моя резьба вся видна. Пряника находится внутри, и форма совы тоже хорошо видна. И на фабриках мастерица в минуту делает один пряник. Знаете, сколько она за один делает? Прошу вас, пожалуйста, запечатывайте ваши прянички. Кайфули, да? Я вам на стол положила волшебные доски-выбивалки, благодаря которым родятся наши прянички. Доску-выбивалку от себя ставим чуть-чуть подальше, чтобы пряник упал ровно на стол. Краем вот этим вот краешком нашей пряницы бьем по краешку доски-выбивалки. Прямо по резинке. Краем-окраем. Если мы куда-то в середину будем целиться, пряник повредим. Смотрите, раз, два, три. Можно еще раз ударить. Видите, пошел рождаться. Все, мой пряничек родился. Посмотрите, как он у него тут. Красота? Красота. И у вас сейчас будет резинку, да? Итак, знаменательный момент. Если я промахнусь, хана иду у пряников. Можно еще раз ударить. В общем. Мне кажется, не ударь пикала, раз, ничего страшного. Вы видите, волнуетесь. А, выпрыгивает. Родился. Замечательно. Так, рождение. Пряника. Ричи, не бойся. Сейчас мама. Прошу, прошу вас. Чуть-чуть подальше блузку от себя. Можно подальше дождичку. Сейчас? Да, вот так вот нормально. Работает? Так, у меня трудные роды. Ничего не страшного. Вау. Здравствуй, мама. Я родился. Еще два пряника у нас на сло. Давайте, пожалуйста, нашу пряниницу. Руки мастыные. Так. Да, у мужчины тяжелее всего. Отлично. У меня животное. Мы вам принесем чай и сладости. И за это пряник спричем ваши прячки. Когда они будут готовы, мы вас позовем. Мы тогда, Дим. А сейчас вам нужно будет что сделать? Как вы хотите? Поздравить друг друга с рождением. Вы теперь родители. То есть, сейчас, я не буду спричать. Молодцы. Я очень довольна вашей работой. Необыкновенно классные пряники получились. Просто мой восторг. И вообще, дань уважения вам. Потому что очень редко, когда пряники получаются правильно, именно так, как должны быть. Это я вам искренне от всей души говорю. Я горжусь вами. Молодцы. Спасибо. Тимур, ты мной гордишься. У тебя жена только по музеям ходит, ничего не печет, не готовит. Да, конечно, пожалуйста. Теперь попробуй только сказать, что жена тебе не печет ничего. Вот тут формочки продают разные. Тимур предлагает мне форму купить. Я говорю, я что, печь буду? А он говорит, да, а что, нет? Научилась же. Зря, что ли, деньги платили. Вон самовар, да? Такая-то рецепта в секрете. А, нам же памятку подарят с рецептом. Ну, тогда надо, да. Надо тогда купить на память. А там еще скалки какие-то интересные. Там еще, смотри, интересные скалки. Смотри, Тимур, какие скалки. Прокатываешь сверху, и получается рисунок. Интересно. Прикольно. Я тебя не трогаю. Сувениры. А Ричик счастливый. И в итальянском ресторане его водичкой напоили. И тут в музее пряников ему вкусняшки дали. Ты теперь самая образованная собака в мире. Ты где только не была, в каком только городе ты не была. И на мастер-классах, и на встречах вышивальных. Ну, ты даешь, Ричик. Ну, ты даешь. И на фестивале, и караванеров. Да? Да. Был. Везде был. Ну, вот этот Ричик молодец. Ты всю страну у нас объехал, да? Еще не всю пока, но объедешься. Сейчас будем чай пить. Да. Тут специальные такие вкусняшки. Тимур, а где у тебя вкусняшки? Покажи собачьи вкусняшки. Вытись, вытись. На. Что такое? Ты что такое? Сейчас ветчиной наелся. А, ты ветчины наелся в итальянском ресторане. Ну, ладно, ладно. Потом съешь, возьму с собой. Как проголодаешься. Ну что, мы выезжаем из Тулы. Видите, какой красивый музей оружейный. Сделан в виде шлема. Что, Тимур, нифига себе. Ураган? Посмотрите, мы выезжаем, и тут начинается ураган. Говорят, в Нижнем Новгороде или в Великом Новгороде, говорят, был сильный ураган. Аж деревья повырвало. Кстати, завтра похолодает до 23, сегодня 31. И когда такой перепад, то, да, могут быть какие-то катаклизмы, ураганы. Ого, деревья ломает. Ладно, главное, чтобы наш караван не перевернуло. Так, надеюсь, мы проедем вот эту зону дождя. И там, где мы будем отдыхать суббота-воскресенье, уже такого не будет. Я очень на это надеюсь.